Здравствуйте, вас вновь приветствует рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы в пенсионном фонде. Поговорим о пенсиях для работающих пенсионеров с Любовью Черновой, заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России по Хакасе. Здравствуйте, Любовь Геннадьевна. Добрый день. В следующем месяце работающим пенсионерам проиндексируют пенсии. Насколько она будет повышена? Да, действительно, июль месяц это для специалистов Пенсионного фонда такой подготовительный период для не индексации, а корректировки пенсии работающим пенсионерам. То есть они работали, зарабатывали страховые взносы, поэтому мы с 1 августа проводим вот такую вот корректировку. В этом году, конечно, она немного отличается от предыдущих всех корректировок. Почему? Потому что с января 2015 года у нас вступил в силу новый закон 400-й о страховых пенсиях. В чем же сегодня вот ее различие? Потому что сейчас должен произойти такой переходный период. Вот если в предыдущие корректировки мы брали страховые взносы за 9 месяцев предыдущего года и первый квартал текущего года, да, то есть все равно в результате получалось у нас 12 месяцев сумма страховых взносов и с 1 августа пересчитывали работающим пенсионерам. В связи с тем, что с января 2015 года, как я уже сказала, вступил в силу новый закон, там немного по-другому происходит вот этот перерасчет или корректировка его назвать работающим пенсионерам. И там мы должны включить полный календарный год, то есть с января 2015 по декабрь 2015 года, в 2016 году. Поэтому в августе в эту корректировку у нас войдут страховые взносы только 9 месяцев 2014 года. Ну а так как пенсионеры у нас работающие очень грамотные, конечно же они в этом году могут почувствовать, если была у них одинаковая заработная плата и не менялась, размер вот этой доплаты немножко поменьше, без минуса, без учета страховых взносов первого квартала. Но потом, когда наступит 2016 год, первый квартал у нас войдет в календарный год для перерасчета с августа 2016 года. То есть потом они получат чуть больше? Потом они получат чуть больше, но здесь надо учитывать что? Что у нас произошли изменения по перерасчету работающим пенсионерам. Если до января 2015 года мы брали страховые взносы в полном объеме без всякого ограничения и делали перерасчет работающим пенсионерам, и он мог составить абсолютно разную сумму в зависимости, как понимаете, от заработной платы. Это могло быть и 100 рублей, и 500 рублей в месяц добавить, то есть у кого какая заработная плата. Сново в сведении нового закона вводятся ограничения работающим пенсионерам. Как вы уже знаете, наверное, да, слыхали? Мы переходим на бальную систему оценки трудовой деятельности. И здесь есть ограничения. Перерасчет не более 3 баллов. Поэтому мы возьмем суммарно в 2016 году страховые взносы за 2015 год, переведем их в баллы и посмотрим, сколько это получится. Если получится менее 3 баллов, значит, посчитаем так, как есть по факту. Если получится более 3 баллов, здесь вводятся ограничения. И, конечно, те пенсионеры, у которых высокая заработная плата, у работающих я имею в виду, высокая заработная плата, и когда они в предыдущие годы получали перерасчет, ну, более, допустим, 300-400 рублей, то, конечно, в 2016 году они будут ограничены. Что такое 3 балла? Вот на сегодняшний день стоимость 1 балла 71 рубль 40 копеек, по-моему. Умножив на 3, это 210 рублей. То есть не более этой суммы? Не более этой суммы получит работающий пенсионер, но это будет в 2016 году. А в этом году, вот по факту, сколько есть страховых взносов за 9 месяцев 2014 года, вот в этом размере и будет установлена доплата с августа месяца 2015 года. Ну, у каких-то, если очень скрупулезные такие пенсионеры, и они очень за этим следят и считают, да, конечно, у них получится меньше, чем в 2014 году корректировка, если они работают. Ну, какие еще у нас планируются изменения для работающих пенсионеров? Вы знаете, в средствах массовой информации и вот на заседаниях Государственной Думы очень много выступает инициаторов для того, чтобы и вообще работающим пенсионерам либо не платить пенсию, либо в зависимости от их дохода, от заработной платы. Нормативных документов никаких пока не принято, поэтому мы никакой учет работает, не работает, ограничивать, не ограничивать, не ведем сегодня. Поэтому я думаю, что это еще долгие будут обсуждения и считаю, что нашим работающим пенсионерам пока не о чем волноваться. Ну, а вы сами как относитесь к тому, что людей хотят поставить перед выбором, либо вы работаете, либо получаете пенсию? Это вообще справедливо, на ваш взгляд? Я считаю, что это несправедливо. Ограничивать в перерасчете. Дело в том, что страховая часть, да, она платится за счет средств страховых взносов и, как сказать, то, что и отражает результаты трудовой деятельности. Но у нас к пенсии выплачивается фиксированная выплата. Эта выплата устанавливается абсолютно всем, независимо, сколько ты заработал, что ты заработал, как ты работал, техничкой, либо директором, да, фиксированная выплата. Вот и средства ее – это федеральный бюджет. Вот если в этой части, может быть, рассмотреть, платить или не платить фиксированную выплату работающим пенсионерам, здесь другой разговор. Если вообще лишать работающих пенсионеров результатов их трудовой деятельности, я считаю, это несправедливо. Ну и причем вот в период своей трудовой деятельности, я уже давно, более 30 лет работаю в социальной сфере, только 340-й закон предусматривал небольшое ограничение для работающих пенсионеров. Но там было два способа перерасчета пенсии, да, вернее, выплаты работающим пенсионерам, но если у таких граждан был выбор, то у них не было выбора. Ну это с ЭКП, без ЭКП, это старое законодательство, его практически сегодня никто не знает. Поэтому работающие пенсионеры на протяжении, по крайней мере, 30 лет всегда получали пенсию без ограничения. Ну и все же, вот насколько велика вероятность того, что так получилось, что мы перейдем к тому, что людей заставят или работать, или получать пенсию? Вот как на ваш взгляд? Ну я по жизни оптимист, поэтому я считаю, что такие нормы в законодательство не примут. Ограничения вот немножко, ну да, приняли, а так, чтобы вот взять и не платить работающим пенсионерам, считаю, что такого не может быть. Спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы.